Том 8. Глава 3. Царствование Лжедимитрия. Правительственная деятельность царя. Поведение поляков, приведенных им в Москву. Новые обычаи. Обличители. Сношение с Польшу. Сношение с Римом. Женитьба царя на Марине Мнишек. Самозванец Петр. Неудовольствие в Москве на царя. Новые обличители. Заговор Шуйского. Смерть Лжедимитрия. Избрание князя Василия Шуйского в цари. Лжедимитрий. И тотчас же разослал грамоты по городам с известием о том, что Москва признала его истинным Дмитрием и с требованием последовать ее примеру. Новый царь писал, что Бог поручил ему московское государство и патриарх Иов, духовенство и всяких чинов люди, узнав прирожденного государя своего, в своих винах добили челом. И вы бы о нашей матери и о нашем многолетнем здоровье по всем церквам велели Бога молить, и нам служили, и примили во всем, и того берегли накрепко, чтобы в людях шатости, грабежа и убийства не было, и о всяких делах писали бы к нам. В след за первую грамоту отправлена была и другая с предписанием не выпускать денег из казны, беречь ее накрепко и также не позволять никакого замедления в сборах. Потом был разослан приказ приводить жителей к присяге. В присяжной записи соблюдена была та же форма, какую мы видели в Годуновской. Присяга бралась на имя царицы Марфы Федоровны и сына ее Дмитрия, но было и важное различие. В записи Дмитриевой не было того исчисления всех возможных посигновений на особу царскую, какое видели мы в записях Годуновых. О Годуновых сказано. С изменниками их, с Федькою Борисовым, сыном Годуновым, с его матерью, с их родством, с их советниками, не ссылаться ни письмом, ни каким другим образом. Лжедимитрий узнал в Серпухове о гибели Годуновых. На дороге из этого города к Москве остановился на несколько дней в селе Коломенском. И 20 июня въехал торжественно в столицу, при звоне колоколов у всех церквей, при бесчисленном множестве народа на улицах, на крышах домов, на колокольнях. Народ падал на колено, пред новым царем и кричал «Дай, Господи, тебе, господарь, здоровья! Ты наше солнышко праведное!» Дмитрий отвечал на эти крики «Дай Бог и вам здоровья! Встаньте и молитесь за меня Богу!» День был ясный и тихий, но когда новый царь, переехавший живой мост через Москворецкие ворота, вступил на площадь, поднялась сильная буря. Народ смутился, начал креститься, приговаривая «Помилуй нас, Бог! Помилуй нас, Бог!» Духовенство встретило царя на лобном месте с крестами. Отъехавшие несколько шагов от лобного места, Дмитрий остановил свою лошадь подле церкви Василия Блаженного, снял шапку, взглянул на Кремль, на бесчисленные толпы народа и с горючими слезами начал благодарить Бога, что сподобил его увидеть родную Москву. Народ, видя слезы царя, принялся также рыдать. В Кремле по старому обычаю царь пошел по соборам, слушал молебны, но заметили и новое, которое не понравилось. Во время молебнов латыни Литва сидели на лошадях, трубили в трубы и били в бубны. Была и другая новость. Благовещенский протопоп Терентий говорил витиеватую речь, который умолял царя о помиловании народа по неведению приступившего клятву. «Когда слышим похвалу нашему преславному царю, — говорил оратор, — то разгораемся любовью к произносящему эти похвалы. Мы были воспитаны во тьме и привлекли к себе свет. «Уподобляйся Богу, подвигнись принимать, благочестивый царь, наши мольбы, и не слушай людей, влагающих в уши твои, слухи неподобные, подвигающих тебя на гнев, ибо если кто и явится тебе врагом, то Бог будет тебе другом. Бог, который осветил тебя в утробе матерней, сохранил невидимую силу от всех врагов и устроил на престоле царском. Бог укрепил тебя и утвердил, и поставил ноги твои на камни своего основания. Кто может тебя поколебать? Воздвигни, милостивые, очи свои на нас, пощади нас, отврати от нас праведный гнев свой». Замечательно, что в этой речи оратор не один раз упоминает о людях, которые хотят поссорить царя с его народом. Вероятно, он разумел под этими людьми поляков. Когда новый царь был уже во дворце, из Кремля на Красную площадь выехал Богдан Бельский, окруженный боярами и диаками. Он вошел на лобное место и громко свидетельствовал пред всем народом, что новый царь есть истинный Дмитрий, и в доказательство правды слов своих поцеловал крест. Но другое втихомолку свидетельствовал человек, который при жизни царя Бориса торжественно объявлял московскому народу, что царевич убит, и тот, кто называется его именем, есть вор Гришка Отрепьев. Василий Шуйский не повторил торжественно этого свидетельства пред народом по смерти Годунова. Не повторил, когда оно было всего нужнее, когда Пушкин и Плещеев читали на лобном месте грамоту лжедимитриеву, и толпы стремились в Кремль не заводить с престола Федора Годунова. Говорят даже, что он в это время объявил совершенно противное. Но когда с Годуновым было покончено и когда самозванец с горстью поляков был в Москве, Шуйский начал повторять прежнее свидетельство свое. Он объявил торговому человеку Федору Коневу и какому-то Косте, лекарю, что новый царь-самозванец, и поручил им разглашать об этом тайно в народе. Но Конев и Косте не умели сделать это тайно. Басманов узнал о слухах, узнал, от кого они идут, и донес царю. По польским известиям, Шуйский хотел поджечь посольский двор, занимаемый поляками. 23 июня Шуйский был схвачен, и Лжедимитрий отдал дело на суд собору, на котором кроме духовенства и членов Думы были и простые люди. Ибо летописец говорит, что из простых людей никто не был за Шуйского, все на него кричали. По некоторым иностранным известиям, самозванец сам оспаривал Шуйского и уличал его в клевете, причем говорил с таким искусством и умом, что весь собор был приведен в изумление, и решил, что Шуйский достоин смерти. 25 число назначено было для исполнения приговора. Шуйский был уже выведен к плахе, уже прочитана была ему сказка или объявление вины, уже простился он с народом, объявив, что умирает за правду, за веру и народ христианский, как прискакал гонец с объявлением помилования. Источники разногласят в названии лиц, которые убедили лжедимитрия помиловать Шуйского. Одни называют бояр, другие – поляков, и именно секретаря царского Бучинского, некоторые – Афанасия Власева. Известие, что убедила к тому царица Марфа, мы принять не можем, ибо ее не было еще тогда в Москве. Как бы то ни было, Шуйского вместе с двумя братьями сослали в галецкие пригороды. Имение отобрали в казну, но прежде, нежели они достигли места ссылки, их возвратили в Москву, отдали имение и боярство. Известить народ о вошествии на престол нового царя должен был патриарх. Первым из русских архиереев, признавшим торжественно лжедимитрия, был рязанский архиепископ Игнатий, родом грек, прежде бывший архиепископом в Кипре и пришедший в Россию в царствование Федора Иоанновича. Когда лжедимитрий был в Туле, Игнатий, к епархии которого принадлежала Тула, встретил его здесь как царя. Этого-то Игнатия 24 июня возвели в патриархе. Новый патриарх разослал по всем областям грамоты с известием о вошествии Димитрия на престол и возведение его, Игнатия, патриаршеское достоинство по царскому изволению. Причем предписывал молиться за царя и за царицу-мать, и, между прочим, чтобы возвысил Господь Бог их царскую десницу над латинством и бусурманством. Но признание Игнатия не могло окончательно утвердить нового царя на престоле. Это могло сделать только признание матери, царицы Марфы. Великий мечник, новое достоинство придворное, учрежденное Лжедимитрием по образцу польскому, знаменитый впоследствии князь Михаила Васильевича Капиншуйский, был послан за Марфою и привез ее в Москву 18 июля. Царь встретил ее в селе Тайнинском и имел с ней свидание наедине в шатре, раскинутом близ большой дороги. Говорят, Марфа очень искусно представляла нежную мать. Народ плакал, видя, как почтительный сын шел пешком подле кареты материнской. Марфу поместили в Вознесенском монастыре, куда царь ездил к ней каждый день. Вскоре, по приезде матери, 30 июля, Лжедимитрий венчался на царство по обыкновенному обряду. Объявлены были милости. Мнимый дядя царя Михаила Федорович Ногой получил звание конюшево-боярина. Филарет Никитич Романов возведен в сан Ростовского митрополита. Брату его, Ивану Никитичу, дано боярство. Бывший царь и великий князь Тверской Симеон Бекбулатович был также вызван из ссылки и явился при дворе с прежнюю честью. Мнимый сын Грозного не боялся его совместничества. Между пожалованиями видим и небывалые. Двое думных дьяков, Василий Щелкалов и Афанасий Власев, были произведены в окольниче. Замечательно, что Лжедимитрий, еще будучи в Польше, говорил о покровительстве, оказанном ему Щелкаловыми. И замечательно, что Борис удалил Василия Щелкалова от дел. Из родственников и приверженцев бывшего царя подверглись ссылке 74 семейства. Не проходило дня, в который бы царь не присутствовал в думе. Иногда, слушая долговременные, бесплодные споры думных людей о делах, он смеялся и говорил, «Столько часов вы рассуждаете, и все бестолку». «Так я вам скажу, дело вот в чем». И в минуту, всеобщему удивлению, решил такие дела, над которыми бояре долго думали. Он любил и умел поговорить. Как все тогдашние грамотеи, любил привозить примеры из истории разных народов, рассказывал и случаи собственной жизни, нередко, впрочем, всегда ласково, упрекал думных людей в невежестве, говоря, что они ничего не видали, ничему не учились, обещал позволить им ездить в чужие земли, где могли они хотя несколько образоваться. Велел объявить народу, что два раза в неделю по средам и субботам будет сам принимать челобитные, предписал приказом решать дела без посулов. Когда поляки советовали ему принять строгие меры против подозрительных людей, то он отвечал им, что дал обет Богу не проливать христианской крови, что есть два средства удерживать подданных в повиновении. Одно — быть мучителем, другое — расточать награды, не жалея ничего, и что он избрал последнее. Он велел заплатить всем те деньги, которые были взяты взаймы еще грозным и не отданы. Жалование служилым людям удвоено. Духовенству подтверждены старые льготные грамоты и даны новые. Послано соболей на 300 рублей во Львов для сооружения там православной церкви, причем в царской грамоте к тамошнему духовенству говорится «Видя вас несомненными и непоколебимыми в нашей истинной правой христианской вере греческого закона, послали мы к вам от нашей царской казны». В духовнике себе лжедимитрий выбрал архимандрита Владимирского рождественского монастыря. Печатание священных книг продолжалось в Москве. Иван Андроников Невежин напечатал апостол, в послесловии которому читаем «По велениям благочестия поборника и божественных велений и изрядно ревнителя, благоверного и христолюбивого, исконного государя всея великие России, крестоносного царя и великого князя Дмитрия Ивановича». Относительно крестьян и холопий в правлении лжедимитрия сделаны два распоряжения. Первое. Приговорили бояре. Если дети боярские, приказные люди, гости и торговые всякие люди станут брать на людей кабалы, а в кабалах напишут, что занял у него до усы на его деньги и кабалу им на себя дает, то этих кабал отцу с сыном писать и в книге записывать не велеть, а велеть писать кабалы порознь. Отцу особая кабала и сыну особая. «Сыну же с отцом, брату с братом, дяди с племянником, кабал писать и в книге записывать не велеть. Если же отец с сыном или брат с братом станут по служилым кабалам на ком-нибудь холопство искать, то этим истцам отказывать, а тех людей, на кого они кабалу положат, освободить на волю». Этот приговор состоялся, вероятно, для избежания следующего случая. Вольный человек брал деньги и давал на себя служилую кабалу. Взявший кабалу, чтобы упрочить, в случае своей смерти холопа и наследникам своим, сыну, брату или племяннику, писал, что холоп взял деньги у обоих и таким образом делал его холопом для обоих, что могло случиться без ведома неграмотного холопа. Особые же кабалы никак не могли быть даны без его ведома. Закон имел, вероятно, целью ограничить распространение холопства, чтобы сын или вообще наследник не мог наследовать холопи умершего отца или родственника. Другой боярский приговор касается беглых крестьян. Если землевладелец будет бить челом на крестьян, сбежавших с его земли за год до бывшего голода, то беглецов сыскивать и отдавать старым помещикам. Если крестьяне бежали к другим помещикам и водчинникам в голодные годы, но с имением, которым прокормиться им было можно, то их также сыскивать и отдавать старым помещикам и водчинникам. Если крестьяне бежали далеко, из подмосковных городов на Украину или обратно, и пошли от старых помещиков с имением, но растеряли его дорогу и пришли к другим помещикам в бедности, про таких велено было спросить окольных людей старого поместья. И если они скажут, что крестьянин был прежде не беден, и сбежал с имением, достаточным для прокормления, то беглеца отдать прежнему помещику. Если же окольные люди скажут, что крестьянин бежал в голодные годы от бедности, было нечем ему прокормиться, такому крестьянину жить за тем, кто кормил его в голодные года, а истцу отказать, не умел он крестьянина своего кормить в те голодные года, и теперь его не ищи. Если крестьяне в голодные года пришли в холопе к своим или чужим помещикам и водчинникам, и дали на себя служилые кабалы, а потом старые помещики или водчинники станут их опять вытягивать к себе в крестьяне, в таком случае сыскивать накрепко. Если шел от бедности и менее у него не было ничего, то истцам отказывать. В голодные лета помещик или водчинник прокормить его не умел, а сам он прокормиться не мог и от бедности, не хотя голодную смертью умереть, бил челом в холопе, а тот, кто его принял, в голодные годы кормил и себя истощал, прочие его себе, и теперь такого крестьянина из холопства в крестьяне не отдавать, и быть ему у того, кто его в голодные лета прокормил, потому что не от самой большой нужды он в холопе не пошел бы. Если кабальный человек станет оттягиваться, будет говорить, что помещик взял его во двор с пашни насильно, а ему прокормиться было нечем, в таком случае сыскивать по крепостям. Если крепости будут записаны в книге в Москве или других городах, то холоп укрепляется за господином, потому что если бы кабала была взята насильно, то крестьянин должен бить челом у записки. Если же кабалы в книге не записаны, то им и верить нечего. Если же крестьяне бежали за год до голода или год спустя после него, то их сыскивать прежним помещикам и воченикам, в случае же спора давать суд. Равно если крестьяне пошли в холопе до голода, то обращаются снова в крестьянство. Приговор оканчивается повторением старого постановления, что набеглых крестьян далее пяти лет суда не давать. Этот приговор особенно замечателен тем, что в нем ясно высказано различие, чтоisiej не могу пришли в холопе до капスля штабой. Причина между ажавокем... Продолжение следует...